Вот мы говорим, плохие азербайджанцы, турки, первую очередь плохие люди из нашего народа, первую очередь, первый наш враг, враг армянского народа, это армянская оппозиция, это карабахский клан, это главы армянских организаций России, это первые убийцы, первые преступники и первые дьяволы в нашем обществе и в нашем окружении. И я об этом много раз говорил, что наш враг не азербайджан и Турция, а карабахский клан, Дашнаки и главы армянских организаций России, которые все эти 30 лет воруют деньги, собирают деньги с главы армянских общин и набивают свои карманы деньгами. Что касается азербайджанцев и армян, то, что армян и азербайджанцев постоянно ссорят, подливают масло в огонь, то, что в интернете есть большое количество телеграм-каналов, где сидят отдельно спецслужбы азербайджанцев, отдельно третьи страны, отдельно провокаторы, это не жители Армении. Но от имени армян и арцахцев открывают каналы карабахский паблик, карабахский такой, карабахский сикой. А при чем тут простые карабахцы и люди, которые от имени карабахцев подливают масло в огонь? Это следующее. Почему у нас в парламенте такой бардак? Многие спрашивают. В действительности Сейран Уганян сбросил маску с себя. Вот тот момент, когда он швырнул бутылку и когда камера показала мимику Сейрана Уганяна, да, вот так взял бутылку, швырнул. Сейран Уганян бросил с себя маску. И сегодня, да, азербайджанцы и Алиев смеются над армянским парламентом и помогают смеяться Алиеву и азербайджанскому народу. Кочаряновские, Сержинские депутаты, да, люди пришли, сели в парламент. Что вы за это время сделали? Что вы за это время сделали для этой страны, кроме сплетенной провокации? Если бы Кочаряновские депутаты и Сержинские депутаты знали бы, что каждый их закон должен помогать Республике Армении и населению Армении, они бы себя так не вели. Вот недавно у нас был случай в армии, да, все телеграм-каналы написали, что азербайджанцы сделали диверсию, азербайджанцы впервые за всю историю Армении официально Следственный комитет написал, что убийство трех солдат в Сюникской области произошло по вине секса. Есть очень много людей, да, это правда, абсолютная правда. То есть в Армении и в Карабахе и в России есть очень много людей, которые как только слышат, что кто-то кого-то где-то застрелил, пишут, что вот азербайджанцы устроили провокацию, украли впервые за всю историю Армении. У Следственного комитета Армении лопнуло терпение и Следственный комитет Армении написал, что причина расстрела трех армянских парней это секс. А что произошло? Произошло, что сейчас арестовано двое солдат, арестован тот, кто застрелил, арестован тот, кто насиловал застрелившего и убиты трое парней. Вот я вам хочу сообщить информацию, которая, считайте, от меня вы ее слышите, потому что ее нигде нет. Дедушка одного из убитых солдат хотел повеситься. Это абсолютная правда. И я думаю, что вы должны четко понимать, что дедушка не просто так хотел себя повесить, дедушка убитого, одного из убитых парней. Потому что, когда ты везде читаешь, что ребята занимались сексом и поэтому один застрелил остальных, да, и четвертого он не успел застрелить. Почему следственный комитет написал, что там был секс? Следственный комитет видит, что провокаторы из Карабахского клана, из окружения Артура Ванетяна, Сейрана Уганяна, да, их телеграм-каналы Левые пишут, что вот опять азербайджанцы убили троих солдат. Я считаю, что нужно объявить публично для всех, что любой, кто издевается над армянским солдатом, это враг армянского народа, да, вот те, кто насилует, это враги армянского народа, чтобы люди, которые в деревне получили труп насильника, то есть враг и тот, кто насилует, и враг тот, кто стреляет своего сослуживца. Потому что солдат должен беречь солдата. У нас каждый солдат на вес бриллиантов, у нас каждый солдат на вес золота. И если какой-то солдат насилует другого солдата, или какой-то солдат убивает другого солдата, министр обороны должен выступить перед всем народом и сказать, что любой солдат, который обижает другого солдата, это враг армянского народа. Я считаю, что вот эта воспитательная работа, вот эти воспитательные заявления будут иметь обязательно эффект. Это 100%. Вот такие заявления будут иметь очень мощный эффект. То есть, ребята, у которых воровские понятия, поставили новое правило в армянской армии, что солдат, который будет засыпать, будет платить 1200 российских рублей. Это 8000 драмы. Вот это неофициальная информация. Ну вот такой эфир, о котором я сегодня хотел с вами поговорить. Что касается Сюника, хотел бы, чтобы мы закончили тему на Сюнике. Есть информация, которую не пишут в официальных изданиях. Есть информация, о которой много нельзя говорить. Но вот чтобы вы по-другому посмотрели на ситуацию с Сюником, вот представьте себе, может быть, вы от меня это услышите, что на многих участках армяно-азербайджанской границы, особенно это касается армяно-азербайджанской границы, есть ребята, азербайджанцы и армяне, которые друг с другом неплохо ладят. Сейчас давайте подождем, узнаем, что будет говорить СМБ Армении, что все-таки произошло в Сюнике. Но у меня есть догадки, я имею право поделиться своими догадками. У меня есть догадки, что какие-то солдаты покупают бензин у азербайджанцев или керосин. У меня есть догадки, что они обмениваются кофе, сигареты и продукты. Они берут бензин иногда дешево у азербайджанцев и продают его в Сюнике. Может быть, я не прав, но это моя догадка. И если азербайджанская сторона говорит, что армяне, двое армян ударили ножом в грудь азербайджанца, и они были достаточно далеко от армяно-азербайджанской границы, Это может означать, и азербайджанцы могут точно не знать, это может означать, что некоторые азербайджанцы и некоторые армяне, пограничники, иногда общаются друг с другом, иногда они смеются, а иногда кто-то напивается и может кого-то поранить или избить. В данном случае в начале эфира я уже говорил, что за многими провокациями может стоять не только Азербайджан, но и карабахский клан и армянская оппозиция. Поверьте, что я говорю правду. Спасибо всем, кто смотрел этот эфир, и спасибо всем, кто поделится этим эфиром. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.